Новости на канале СТВ, в студии Ольга Бельмач. Здравствуйте. Уга Чавес поблагодарил Беларусь за поддержку промышленного развития Венесуэлы. Речь идет о белорусско-венесуэльском кирпичном заводе, расположенном в штате Миранда. Помимо строительства объекта, белорусская сторона обучила венесуэльский персонал и поделилась своими технологиями. Спасибо президенту Лукашенко, спасибо всем белорусским работникам, нашим работникам. Сейчас мы находимся на первом этапе. Кроме того, был побит рекорд уже сейчас, достигнута поставленная на декабрь цель по производству 6 миллионов блоков, заявил глава венесуэльского государства на заседании Совета министров Венесуэлы в президентском дворце в Каракасе. Производственная мощность предприятия позволяет производить ежегодно 25 миллионов керамических блоков по белорусской технологии, адаптированной к венесуэльским условиям. Его строительство стало одним из этапов реализации программы сотрудничества в области городского и жилищного планирования и инфраструктуры между Венесуэлой и Беларусью. Создание этого завода позволило обеспечить стройматериалами сектора жилищного строительства Венесуэлы, сократить дефицит жилья и создать рабочие места. Подвести итоги и наметить перспективы сегодня в Минске прошел второй съезд Республиканского общественного объединения «Беларусь». За пять лет организация стала одной из самых многочисленных в стране. В ее рядах свыше 130 тысяч человек. Ее подразделение есть во всех городах и районных центрах. А наиболее активные участники сегодня приехали на форум, где подвели итоги работы объединения, наметили планы на будущее, а также избрали членов Республиканского совета. Александр Радьков стал председателем. На съезде обсуждался вопрос готовности преобразования организации в политическую партию. Мы не торопимся становиться партией, потому что для этого надо, чтобы созрела сама ситуация, потребность в этом переходе, причем и внешне, и внутренне. Для того, чтобы становиться партией, надо очень четко определять политические цели, стремление. А нам есть что делать. У нас есть программа созидания нашей родной страны. Наша районная организация взяла направление такое приоритетное в нашей деятельности, как формирование здорового образа жизни у населения. Мы взяли как бы под опеку нашу хоккейную команду, любительскую хоккейную команду. Ребята сами себя, скажем, создали. Ну а мы уже просто поддерживаем. И вот именно проводя вот эти акции в ледовой арене, люди о нас знают. Слова признательности и цветы в память о великом поэте. В Беларуси сегодня празднуют 130-летие со дня рождения Якуба Колоса. Торжественные мероприятия в честь юбилея классика прошли по всей стране. Так в Минске днем к памятнику посмирали влежевые цветы, а также венок от президента Беларуси. Почтить память Якуба Колоса пришли современные поэты и те, кому блеск от творчества писатель, а также родные классика. Его стихи знают наизусть беларусы всех в коленях. От светлых в обликов закинутых детей, от шелуху ночей, от тысячи детей, с яких основана и выткана життё, излучена бытё и не бытё, избирався скарб. Примечательно, что 2012 объявлен в стране годом книги и проходит под знаком классика в беларусской литературе. Якуб Колос, паразаик, драматург, критик, публицист, народный поэт и заслуженный деятель науки Беларуси. Автор сборников – поэзии, повести, трилогии на родственнях, поэм «Новая земля», «Хат рыбака» и «Суд в лесу». Лауреат государственной премии СССР и его произведения переведены более чем на 40 языков мира. Настоящий подарок на каникулы. Киноэстафету вслед за листопадом принял «Лестопадик» – фестиваль детского и юношеского кино. Форум открылся сегодня в Минске. На этот раз организаторы переодели привычных сказочных персонажей в агентов 007. Даже устроили лазерное шоу. В этом году на Резком форуме покажут 10 картин из 8 стран мира. Фильмом-открытием фестиваля стала эстонская анимационная картина «Лотте» и «Тайна лунного камня». Несмотря на множество ноу-хау, традиционными на форуме остались площадка кинотеатра «Пионер» и церемония символичного перерезания ленточки. Раз, два, три! Я первый раз в Белоруссии. Я очень рада, что я здесь могу быть, потому что Минск – очень прекрасный город. И Лестопад – очень известный фестиваль у нас в Чесской Республике. Мы очень рассчитываем, что детское кино будут приходить смотреть и дети, и родители, и бабушки, и дедушки, и старшие братья, и старшие сестры. Потому что кино универсальное, оно рассчитано абсолютно на всех. Оно очень светлое, оно очень доброе. Оно вместе с тем заставляет немножко так взглянуть на жизнь, ну, более серьезно. Ну, а самое главное – оно разное. А между тем, на кинофестивале «Лестопад» уже вовсю гремят конкурсные и вне конкурсные показы. На всех площадках именитого кинофорума сегодня показывают более 30 лент, как игрового, так и документального кино. Так, в конкурсе «Молодость на марше» свою ленту «Гаммер» представил украинский режиссер Олег Сенцов. Вместе с ним в Минск приехал молодой актер Владислав Жук. Он сыграл в фильме главную роль подростка, живущего в виртуальном мире. Я вообще как бы не актер, но если актер, то не профессиональный. Ну, ничего сложного, в принципе, не было. Играл самого себя. Я раньше играл в компьютерные игры, поэтому особо изображать мне не приходилось. В Рогачеве полностью восстановили водоснабжение. Город с 34-тысячным населением возвращается к нормальной жизни. Напомню, такие экстренные меры, как отключение воды во всем Рогачеве, пошли из-за аварии на коллекторе центральной канализации. Причина ЧП – засор строительным мусором. Ремонтные работы велись в авральном режиме почти двое суток. После того, как рабочие вырыли котлован вокруг трубы, оказалось, что в ней настоящая бетонная пробка и щебня цемента и песка. Эту часть канализации специалисты заменили. Осенние кермаши продолжают свою работу по всей стране. Так, площадка у Дворца спорта в Минске на выходные превратилась в огромную витрину самой разнообразной продукции. Овощи, фрукты, мясные и колбасные изделия, рыбу или сладость здесь можно купить по ценам гораздо ниже магазинных. Торговые надбавки на ярмарки минимальные. Весеранам Великой Отечественной покупки доставят прямо к дому бесплатно. Тем не менее, времени запастись витаминами на зиму осталось не так много. Осенние ярмарки продолжатся до следующих выходных. Цены нормальные. Товаров очень много. Очень весело, организованно, красиво, чисто. Товарно все нормально. Очень понравилось. Мы вообще первый раз здесь. Вообще в Минске. Приехали как туристы, набрали для себя, для людей, для друзей. Надеюсь, что это очень вкусные товары. Продукции море. Цены доступные. Все есть. Что нужно для человека. Все овощи. Ну, как и мясные продукты, как и кондитерские. И все. Первая собака-космонавт. Ровно 55 лет назад. Лайка стала первым живым существом, побывавшим в космосе. Несмотря на то, что и собака погибла еще во время полета, эксперимент подтвердил, что организм может пережить запуск на орбиту и невесомость. За ней уже более удачно последовали белка и стрелка. А через несколько лет после этого на орбиту отправился и первый человек. Таким образом, Лайка проложила людям дорогу в космос. В Москве первой собаке-космонавту установлен памятник ракеты, переходящей в ладонь, на которой гордо стоит Лайка. На этом выпуск завершен. Полная информационная картина дня в 19.30. Я прощаюсь с вами до этого времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова